Тонкий человек под видом простодушного медведя Статья 2019 год номер 6, 6678, 13 февраля 2019 года Тонкий человек под видом простодушного медведя Тонкий человек под видом простодушного медведя Тонкий человек под видом простодушного медведя Его улыбчивая сатира была острым оружием литературы, библиосфера, крыла в 250 теги тонкий человек под видом простодушного медведя. Он басними себя прославил. Эти слова П.А. Веземского обивания Андреевича Крылови высвечивают самую яркую сторону богатой одаренности великого русского человека. Действительно, Крылов был и мастером сатирической прозы, и талантливым комедиографом, и поэтом, но именно басня принесла ему всенародную славу, сделала его по-настоящему знаменитым. В 1809 году в Санкт-Петербурге вышла тоненькая книжка басни Ивана Крылова, ставшая событием начала 19 века. Басни поразили современников сатирической смелостью, естественностью и простотой языка. Их бросились заучивать наизусть, советовать для детского чтения, а позже самого Крылова с легкой руки Веземского стали называть дедушкой Крыловым. Когда и откуда явился к нам этот талант? До сих пор нет единого мнения о годе и месте рождения баснописца. Сегодня наиболее достоверной датой появления Крылова на свет считается 2, 13 февраля 1769 года, а наиболее вероятным местом рождения Москва. Что знаем о семье? Не так уж много. Отца Крылова произвели в офицеры из солдат. Мать была умна, но неграмотна. Во время Пугачевского бунта отец защищал яицкий городок, и Пугачев грозил казнью всей семье. В 1774 году глава семьи вышел в отставку, и Крыловы поселились в Твери. Иван не получил систематического образования, жили скромно, и он с 8 лет стал подрабатывать, а через год после смерти отца уже кормил всю семью. Есть сведения, что в 13 лет Крылов уехал в Петербург и поступил к канцеляристам в казенную палату, устроился и тут же вызвал к себе мать и младшего брата. Остается догадываться, какая ноша легла на плечи подростка, ему 14 лет, а наследство отца лишь сундук с книгами. Между тем молодой Крылов уверенно входит в литературный и театральный круг того времени, знакомится с Г.Р. Державином, сочиняет комическую оперу «Кофейница», пробует писать трагедии, возвращается к комедийному жанру, знакомится с драматургом М.Б. Книжниным, и поначалу все складывается как нельзя лучше. Но ссора с Книжниным и директором театра Соймоновым ведет к тому, что дерзкому мальчишке приходится оставить драматургию. В это время умирает мать, но он не падает духом, устраивает судьбу брата, заводит новые литературные связи, в частности, знакомится с баснописцем И.И. Дмитриевым, пишет стихи, эпиграммы, первые басни и пробует себя в журналистике. Он берется за журнал «Почта духов», в котором обличает пороки общества. За ним следуют журналы зрителей «Санкт-Петербургский Меркурий», в которых Крылов продолжает высмеивать существующие порядки. Известно, что неутомимый обличитель был вызван во дворец и беседовал с Екатериной. Тю, после чего замолчал и надолго исчез из столицы литературы. Это время – самый темный период его биографии. Крылов жил в провинции без средств и определенных занятий, переезжал с места на место, подолгу гостил у знакомых, играл в карты на деньги и ездил по ярмаркам, отыскивая партнеров. Был личным секретарем князя С.Ф. Галицина, жил в его имении, где для домашнего театра сочинил шут и трагедию «Почипа» или «Трумф сатиру на Павла. Ай!» Пьеса была поставлена в поместье, а роль Трумфа сыграл ее автор. При жизни Крылова она не печаталась, а разошлась в рукописях. После он пишет комедию «Пирог», а затем две пьесы, «Модная лавка», «Урок дочка», что имели большой успех. В 1804 году Крылов приезжает в Москву, где сходится с Дмитриевым и пробует себя в жанре басни, переводит Лафонтина, и первыми его опытами в этом роде становится дупи трости разборчивая невеста. Дмитриев в восторге, при его содействии эти басни и еще одну старик и трое молодых печатает журнал «Московский зритель». Публикация имела огромный успех, именно с нее начался путь Крылова на басенном поприще. Чем пленяют басни Крылова? Отражением глубокого ума, которым был щедро одарен баснописец. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, Н.В. Гоголь. Не секрет, что под масками животных Крылов выводил в баснях людей, пытаясь их предостеречь либо исправить. И, чутко улавливая и схватывая главное, заключал в морали самое важное из народного опыта. Виземский сравнил его талант с зеркалом, являющим истину, где нужно, он и весть умеет, свое волшебное стекло, и в зеркале его яснеет, суровой истины чело. К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой рекомендовали его басни для детского чтения, и сами помещали их в свои учебные книги, А.В.Г. Белинский советовал давать детям басни Крылова, чтобы они читали их и набирались мудрости. Еще один секрет басен Крылова в том, что мораль он раскрывал не путем сухих проповедей, а посредством живого слова, которым владел в совершенстве. Мартышка, в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. Смотри-ка, говорит, кум милый мой, Что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки? Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. Вот он родной язык во всем великолепии. Речи автора, естественно, легко перетекают в прямую. И персонажи на глазах оживают. Вот она точность и яркость воплощения мысли. Вот она сочность его разговорных пассажей, о которой писал Д.С. Мирский. Язык басен Крылова простой, разговорный, а не усложненно вычурный. Действия в них стремительно, попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, а глянуться не успело, как зима катит в глаза. Или, по улицам слона водили, как видно, на показ. Глаголы энергичные, напряженные, сжатые как пружина, увидевшие слона, но на него метаться, и лаять, и визжать, и рваться, ну так и лезет в драку с ним. Хрестоматийной моське, слон и моська, не хочет уступить, независтливая лягушка, затеяла с волом сравняться, и ну топорщица, пыхтеть и надуваться, лягушка и вол, не свинья под дубом, из одной именной басни, что наелась желудей до сыта, до отвала, слешная вшись, выспалась под ним, потом, глаза продравши, встала, и рылом подрывать у дуба корни стала. Какую басню не возьми, увидишь, что его сатира улыбчива. Но это оружие острое и сильное, которое может больно задеть. Д.С. Мирский. И примеров тому достаточно. Напитанная народной мудростью и соками живой речи басни Крылова подарили русскому языку крылатые выражения, уж сколько раз твердили миру. Ворона и лисица, а ларчик просто открывался. Ларчик, у сильного всегда бессильный виноват, волк и ягненок, наделала синицы славы, а моря не зажгла. Синица, ты все пела. Это дело, так поди же, попляши. Стрекоза и муравей. Слона то я и не приметил, любопытный, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь, квартет. И это далеко не все, Крылов писал, а люди сочиняли анекдоты, высмеивая его привычки. Сегодня многие охотно говорят на эту тему, а знают ли они, когда Равид был баснописец. Он рисовал, прекрасно декламировал, интересовался математикой, знал иностранные языки, играл на скрипке. Около 30 лет работал в императорской публичной библиотеке. Все это совсем не вяжется с образом чревогодника и ленивца. В Крылове, по словам Ф.Ф. Вигеля, были положены зародыши всех талантов, всех искусств. Природа сказала ему, выбирай любое, и он начал пользоваться ее богатыми дарами. Крылов был человеком колоссального трудолюбия, результат которого его непревзойденные басни. Всего их у Крылова более двухсот. Не все литераторы сразу приняли басни Крылова. Сначала резко выступал против них П.А. Веземский, первым баснописцем он считал Дмитриева. А.С. Пушкин чутко уловил гениальность Крылова и, возражая Веземскому, попал, что называется, в яблочко, и что такое Дмитриев. Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова. Из-за тучности баснописцы-современники сравнивали его с медведем. А что сам Крылов? Он, казалось бы, жил по пословице, хоть горшком назови, да в печь не сажай. Насколько был умен и даровит баснописец, прежде всех увидели Жуковский, Пушкин, Гоголь, Батюшков, А.Ленин. В.А. Жуковский точно подметил, Крылов тонкий человек под видом простодушного медведя, а Пушкин называл его гениальным. Высоко отзывался о Крылове К.Н. Батюшков в письмах К.Н.И. Гни дичу. Этот человек загадка, и великая, поклонись от меня бессмертному Крылову. Его басни переживут века. Немало сделал для Крылова его почитателя о покровителя А.Н. А.Ленин. Прошли века, но, не старея, живут басни Крылова, и мы по-прежнему читаем их наизусть. Почему? Потому что Крылов народный поэт и в каждом русском сердце находит он отклик, я помню первый год от сотворения мира. Слеж царапинами пуль помечена стена. Слеж вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Учительница нам читает у окна. Так отозвался Крылов в сердце поэта 20 века Юрия Беличенко, чье детство пришлось на военные и послевоенные сороковые. Прав оказался Веземский, который пусть не сразу, но все же пришел к пониманию здорового реализма нашего великого баснописца и прозорливо подчеркнул его значение для русского будущего. Забавы он людей исправил. Сметая с них пророков пыль. Он басними себя прославил. И слава это наша быль. И не забудут это и были. Пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили. Ее и внуки затвердят. Екатерина Круглова по-русскиклова. Продолжение следует...